Всем привет! С вами Мосс и я рад вам представить абсолютно новую рубрику на моем канале, которая станет своеобразной проверкой одновременно и футбольных знаний, и знаний фифы для каждого из участников. Ну, первооткрывателя данного контента вы прекрасно знаете, это GoodMax. Но, ребят, вот прямо сейчас я попрошу вас об одной услуге. Я тут посмотрел на инстаграм и ребята замкал, и, честно говоря, мне вот за свой аккаунт стало конкретно стыдно. Поэтому прямо сейчас, очень прошу, перейдите по ссылке в описании, подпишитесь на мой инстаграм, и в очень скором времени, кстати, вы станете свидетелем абсолютно уникального контента, который будет доступен именно там, и который я абсолютно не собираюсь выкладывать на ютуб. Так что сделайте услугу, ну и перед началом я напомню, что спонсором этого видео является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных и кибер дисциплины в изобилии, а мой промокод MOZ придаст вам уверенности на самом старте. Уверен, какой-то доброжелатель уже закрепил всю нужную информацию в комментариях. Теперь приятного просмотра. Сегодня мы будем загадывать друг другу футболистов, и сначала мы с тобой знаем только две вещи. Это цена самой крутой карточки загаданного футболиста FIFA 19 в монетах, и, соответственно, его текущую стоимость в реальном мире, исходя из данных transfermarkt.de. Такое есть, такое есть. А дальше уже мы будем при необходимости брать подсказки. Всего подсказок пять. Первое – это интересный факт о футболисте, а также тип его карточки, его позиция, его лига и его нация. Все просто. Так, я, слушай, я подготовил пять футболистов. Ты готов? Да, давай, поехали. Карточка этого футболиста FIFA, его лучшая карточка, стоит всего 14 тысяч монет, в то время как его реальная стоимость на трансферном рынке составляет полтора миллиона евро. Полтора миллиона евро? Ну, по логике вещей, это какой-то парень в возрасте, вот, и довольно известный. Факт я не хочу пока использовать. Давай я спрошу национальность. Национальность – Нидерланды. Ага, голландец. Есть у меня догадки. Ну, слушай, у нас, я забыл сказать, при каждом игроке есть одно право на ошибку. Ты можешь рискнуть, попробовать заработать побольше баллов и сказать свою версию, либо можешь взять еще одну подсказку. Ты знаешь, у меня просто, правда, нет других вариантов, что это за футболист. Хотя, подожди, есть еще один вариант. Это может быть либо Робин Ван Перси, либо Дейли Блинт. Вот двое. Ну, давай я назову вот Робина Ван Перси. Вот почему-то на него я переключился, значит, так неспроста. Уверен, да? Да, да. Это правильный ответ. Еееее. Это Робин Ван Перси. Правильный ответ. Ты получаешь сходу 5 баллов. Мне усложняет тем самым жизнь, потому что так с одной подсказки, мне кажется, будет сложно отгадать твоего игрока. И я внимательно слушаю критерии. Его цена FIFA 860 тысяч монет. Цена на трансферном рынке 60 миллионов. Воу. Может быть, кто угодно. Ты знаешь, если брать как раз именно цены, то, скорее всего, это, в отличие от моего игрока, наоборот, молодой футболист. И в 860 тысяч монет это должна быть прям хорошо, такая играбельная карта. Давай я спрошу у тебя интересный факт об этом футболисте. Уличный футбол был тогда единственным доступным времяпрепровождением для маленького футболиста. Ему было 14 лет, когда представители юниорской футбольной сборной его страны предложили ему пройти курс тренировок в лагере. Да, факт, конечно, такой себе, потому что, знаешь, под это описание подойдет любой, на самом деле, игрок, ну, скорее всего, из Южной Америки. Из того, что ты сказал, я прекрасно понял, что это, наверное, южноамериканец. Вот, в общем-то, и все. Ну, я тебе хочу сказать, что, дополняй подсказку, ты правильно понял. Не, я беру подсказку. Давай я возьму подсказку тип карточки этого футболиста. Мотом. Мотом. Man of the match. Бразильский. Maybe. У меня, знаешь, кроме Родрига, рыжего, вообще в голове не всплывает какого-то реально крутого рыжего игрока. Как же ты меня разносишь в моей же собственной рубрике? Ну, скажи мне, наверное, позицию. Форвард. Ну, почему я такой тупой? Вот скажи мне. Ну, слушай, жизнь такая штука, мужик. Я просто в жопе, я спрошу у тебя Лигу. Испанская Сантандер. А, да иди ты, это Уругвай. Это, походу, Лоис Суарес. Мне стыдно, реально, как я... Ладно, поехали дальше. Следующий игрок, его самая крутая карточка стоит 250 тысяч монет, в то время как его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро. Ну, давай факт послушаем. За свою карьеру этот человек стал едва ли не своеобразным антирекордсменом, собрав 24 серьезные травмы. А еще он не так давно выкупил свой родной клуб FC Bleed, который играет, по-моему, в четвертой лиге вот чемпионата его страны. 10 миллионов евро. То есть футболист, который, в принципе, уже потихонечку заканчивает карьеру, но все еще играет. Так, давай-ка я у тебя спрошу национальность игрока, мне так будет легче думать. Ну, ты в своих рассуждениях называл эту страну, это Бельгия. А, блин. Слушай, давай позицию. А, и тут ты сразу отгадаешь. ЦЗ. ЦЗ. Ммм, ну понятно. Это Винсан Компани. Конечно, да, безусловно, ты получаешь заслуженные 3 балла. Давай загадывай мне следующего. Итак, его цена в FIFA 330 тысяч монет. Его цена на трансфер в маркете 30 миллионов евро. Такой среднестатистический перчик. Но от тебя я просто обязан слушать именно эту подсказку, интересный факт. Его первое привлечение в старт, это травма ветерана клуба. А на челан начинал этот футболист в памплоне. Молодой испанец. Ладно, сейчас. Надо сообразить. Ну, хорошо, давай я спрошу позицию. Форвард. Не буду больше брать эту подсказку, она дурацкая, мать ее. Ива национальность. Испанец. Блин, иди ты, крентель какой. Это Яньяки в Вильямс, все, проехали. Да, это он. А ветеран это Арис Адурис. Ой, Макс, иди в жопу. Нет, ты. Следующий футболист стоит сейчас на трансферном рынке 735 тысяч монет. А трансфер-маркт его оценивает в 40 миллионов евро. Давай-ка я у тебя спрошу тип карточки. Фьючер Стар. Правильный вопрос, понимаешь, да, о чем я? Слушай, ну я обязан спросить у тебя интересный факт. В начале сезона 17-18 года, ну то есть год назад, несмотря всего на 4 официальных матча, проведенных в составе своего клуба к тому времени, этот игрок удостоился символического для клуба номера 8, под которым в свое время играл, ну просто суперлегендой этой команды, бразилец Жуниньо. Ну это, наверное, Ауар. Это правильный ответ. Ребят, молодец, что знаешь, где я играл Жуниньо, поэтому респект и уваживаю. Не, ну грех не знать такое. Друзья, если не хватает золотишка на паке или крутой состав, обращайтесь к Ване Мухину. Выгодный курс, быстрая доставка и главное надежно. А если наоборот нужно продать монеты, Иван кубит их у вас за рубли. Ссылка в описании. Итак, Артем, третий игрок. Его цена на трансфер-маркте FIFA 232 тысячи, а его цена на трансфер-маркте, так сказать, в мировом 50 миллионов евро. Макс, интересный факт. Ну что я буду, кота за яйца? Нашел я вот цитату, что ему жена мешает играть в FIFA, но вдохновляет на реальные голы. Его девушку зовут, точнее, жену Джессика Милена, и она супер-гипертоп. Обязательно зацените ее. Я спрошу, в каком чемпионате он играет? Серия А. Мауро. Ну я рискнул, пускай у меня сгорит, правда, ошибка, это Мауро Икарди. Нет. Вот, сгорело. У Икарди жену точно не Джессика Милена зовут. Ну вот я не помню, да, просто она у него известная, публичная, она же его агент, и я подумал именно поэтому. И вот именно на это я, кстати, рассчитывал, что ты Икарди скажешь. Не, у меня пока все сегодня идеально работает. Ну, давай я спрошу у тебя все же еще одну подсказку, это тип его карточки. Карнивал. Карнивал. Ну я думаю, не иммобили ли это? Ну давай я скажу иммобили, братан, я честно не помню, по-моему это иммобили. Да, это он. Фух, ну блин, ну... Твой четвертый футболист. В Фифе его наилучшая карточка стоит 44 тысячи монет. А в то время в реальном мире он стоит сразу 60 миллионов евро. Шок. Так, 44 тысячи монет. Какой бич может стоить 44 тысячи монет и при этом стоить таких больших денег? Ну давай интересный факт послушаем. Навыки, благодаря которым он попал в свой нынешний клуб, этот игрок нарабатывал в мини-футболе. Там он играл гонялу, и благодаря мощнейшему удару в своем мини-футбольном клубе он боролся за звание лучшего бомбардира, что было не свойственно, как ты понимаешь, его позиции. Тип карточки давай. Лига чемпионская. Да, 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 то есть не информ, а синяя обычная вот эта лчешная карта. Ворона призадумалась, но сыр во рту держала. Прелестно. Ну давай я тебя спрошу лигу, ну почему ты мне кажется не Бубундес назовешь, ну-ка. А, Лига, английская премьер-лига, туманный Альбион. Туманный Альбион. Не-не, мужик, я дико туплю, давай-ка ты мне назовешь его нацию. Бразилия. Бразилия. То есть, хочешь сказать, его лч карточка топовая стоит 44 тысячи монет. Позицию давай. Ай, вот ты сразу бы взял бы, вратарь. Ну и Эдерсон. Ну конечно, и попался нынешний клуб благодаря игре ногами, потому что Гвардиола это очень сильно затачивал. Именно искал бротеля, который охеренно играет ногами. Поэтому он купил Эдерсона. Правильный ответ. Давай своего следующего игрока. Внимательно слушаю. Его ценник 55 тысяч монет. А ценник мировой 40 миллионов евро. Бич, который хорошо стоит. Факт, Макс. Факт попросил у клуба заказать частный самолет для своих животных. Потому что он очень любит собак и вообще своих питомцев. И женился он, кстати, не в своей родной стране. Тара-та-та-та-та. Тара-та-та. Тара-та-та-та-та-та. Это значит то, что он звезда такого хорошего статуса. Игрок явно, видимо, известный. И уже, и уже, скорее всего, не очень молодой. Потому что, ну, юнца послали бы с такой просьбой лососнуть тунца. Нацию. Белджиум. Бельджиум. Добрюй на это дороже стоит. Нет, не канает. Аксель Вицель, возможно, вполне. Но Вицель 50 мультов я бы не дал за Вицеля. 40. А может 40. А 40 я бы дал и так Сильвицель. Да, это он. Ей, ей, наконец-то. Ну что, Макс, у нас осталось по последнему игроку. Его цена самой крутой карточки в FIFA 63 тысячи монет. А на трансферном рынке тушечка его стоит 25 миллионов евро. Давай интересный факт послушаем. Добро. Смотри. В отличие от одного из своих кумиров, Рафаэля Надаля, этот игрок не так атлетичен. Несмотря на активное участие в атаках, первый гол головой он смог забить лишь в третьем сезоне чемпионата, за который выступает по сей день. Ну, раз он с ним общается, значит, это ребята либо парнишка португалец, либо испанец. Давай спрошу национальность, может, что-то вспомню. Да Испания. Все просто. Ты ебтать. Сетка не рвется, не рвется. Моя тоже не рвется. Ну, вот так вот они общаются, наверное. Кому вчера сетку порвал? Ну, или так, может быть. Давай я тебя спрошу позицию. РМ. ППшник, значит. Ух ты, не знал, что у Анмата может стоить столько. Ну, да-да-да-да. Это правильный ответ. Это правильный ответ. Ты получаешь 3 балла. Блин, ты, походу, досрочно выиграл. Так. Артем. Его цена в тюрьме 93 500 монет. Почему такая точность? А его цена на трансферном рынке 15 миллионов евро. Кто же это? Ну, какой-то старый хрен. Угадай, что. Интересный факт, конечно же, Макс. Цитата из его клубного интервью. Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что Вейн Руни возвращается. Я совру, если я скажу, что я не был в восторге, когда впервые встретился с ним. Думаю, любой другой игрок чувствовал бы то же самое. Он помог мне со многими вещами, и это было именно то, что необходимо знать молодому футболисту премьер-лиги. Так, молодой футболист из Эвертона, который бичар, но стоит 15 мультов. Это, скорее всего, еще и англичанин. Блин, я без пол-литра не разберусь, я спрошу у тебя позицию. ФРВ. Задрал. Нападающий из Эвертона, более-менее молодой. Вот бери, прямо уже в комментах мне написали, какой я темный лес. Это Пикфорд? Я думал, это Женя Спиряков. Нет, это не Пикфорд. Тварь. Вот смотри, как ты можешь говорить Пикфорд, когда ты, сука, у меня спросил ФРВ, блядь, позицию? Я запылил. Моззи сегодня очень талантливый. Так, давай, у него через дефис пишется, у него двойная фамилия. Ну, короче, Кальверт Льюис, что-то там вот это вот. Кальверт Льюин. Кальверт Льюин, ну... Но ты можешь себе засчитать, потому что ты сказал... Один, я себе один балл поставлю просто в наказание за все это дерьмо. Большое спасибо тебе за то, что испортил просто мне настроение дебют этой рубрики. Артем, ты же знаешь, я всегда с большим удовольствием это делаю. Переходите также на канал GoodMax, если вдруг кто не подписан, не знаю почему, не понимаю вас. Но еще раз дружу, спасибо тебе за игру. Все, тебе спасибо за приглашение, мужик. Да, может быть, и вагер, когда ты меня выиграешь. Все, пока. Пока. Люблю Моза, Моза, ВО!